Как для весенней, так и для летней прививки нам необходимо заготовить черенки, наш подвой. То, что мы прививаем, называется привой, а то, на что мы прививаем, называется подвой. Привой заготавливается из фрагментов побегов, которые выросли в текущем году. Если мы заготавливаем на весеннюю копулировку, то мы их заготавливаем поздно осенью, желательно после выпадения первого снега. Садоводам удобнее всего хранить черенки будет под снегом. После выпадения первого снега с маточных растений необходимо срезать фрагмент хорошо развитого побега текущего года, обрезать с него листья все, удалить прилистники, если они там остались. Но вообще зимой они не останутся, поэтому вы срезаете просто фрагмент побега с почками. Место среза необходимо обработать садовым варом или парафином, для того, чтобы не было испарения. Черенки связать, повесить на них этикетки, упаковать в синтетический проницаемый для воды и влаги материал и хранить под снегом. На слой снега сантиметров 20 где-то мы складываем наш пакет с черенками и сверху засыпаем еще слоем снега сантиметров 30-40. Место лучше выбрать такое, которое весной вытаивает позже всех остальных мест. Весной, соответственно, мы должны в момент начала вытаивания эти черенки убрать из-под снега, чтобы они туда не измерзли, перенести в холодный подвал или в холодильник, соблюдая, естественно, там определенную влажность, чтобы черенки не пересохли. Для заготовки черенков на летнюю прививку точно так же срезается фрагмент побега текущего года, но поскольку у нас сейчас время летней прививки, то мы посмотрим, каким образом заготавливаются черенки на летнюю прививку. Первое правило. Черенок должен быть достаточно вызревшим, с хорошо сформированными почками. Срезать такой черенок необходимо не весь, а оставить растению часть почек на формирование в этом месте будущих побегов. Особенно если мы срезаем растение с плодоносящего дерева или с молодого какого-то дерева, то мы должны учесть момент, связанный с дальнейшим формированием этого дерева. То есть мы должны оставить почки, из которых будут у нас развиваться новые побеги. Ну вот у нас вот эта почка после срезания будет расти в эту сторону, эта почка будет в эту сторону, а это значит у нас во внешнюю сторону. Поэтому мы срежем на внешнюю почку. Вот тут у нас получился такой побег. Для летней прививки мы должны удалить с него листья. То есть мы удаляем листья не полностью, оставляем фрагмент черешка. А потом я расскажу, для чего это нужно. Удаляются листья, точно так же удаляются прилистники. Старайтесь не повредить почки. Верхние почки нам не понадобятся, но мы их пока не срезаем, чтобы черенок не терял влагу. Низ черенка мы можем обработать точно так же варом или парафином, если мы эти черенки пересылаем куда-то. Если мы их не пересылаем, то просто ставим в чистую, прокипяченную или просто чистую, холодную воду. У нас готовые, подготовленные черенки, они просто в воде. Все, черенки у нас для прививки готовы.